Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя наша лекция будет посвящена обеспечению комфортных условий для жизнедеятельности человека. Итак, позволю себе напомнить, что безопасность – это состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью исключено проявление опасности или отсутствует чрезмерная опасность. В свою очередь, жизнедеятельность – это повседневная деятельность и отдых человека. А также способ существования человека. Это термин – жизнедеятельность. Безопасность жизнедеятельности – область научных знаний, изучающая опасности, которые угрожают человеку, и, в свою очередь, разрабатывающие способы защиты от этих опасностей в любых условиях обитания человека. То есть, это наука, которую, собственно говоря, мы с вами, которой будем пытаться разобраться. И в данном случае сегодняшняя лекция – это по обеспечению комфортных условий для жизнедеятельности человека. В свою очередь, комфортные или оптимальные условия для человека – это такие показатели либо параметры окружающей среды обитания, при которых создаются наилучшие условия деятельности для человека. Взаимодействие человека со средой обитания может быть как со знаком «плюс», так и со знаком «минус», то есть позитивное либо негативное. и характер взаимодействия определяют потоки веществ, энергий или информации. И любое превышение привычных условий, привычных уровней данных потоков сопровождается негативными воздействиями на человека, либо на природную среду. Ну и измеряя величину любого потока от минимально значимой до максимально возможной, можно пройти четыре характерных состояния взаимодействия. Это взаимодействие будет в системе с человек-средообитанием. Итак, что же это за четыре характерных состояния? Это комфортное состояние, допустимое состояние, это состояние позитивное, а также опасное или чрезвычайно опасное. Два последних опасное и чрезвычайно опасное. Это примеры негативных характеров взаимодействия. Продолжение следует... Из этих четырёх состояний взаимодействия человека с соседом обитания, первые два, которые со знаком плюс, которые находятся в правом, прошу прощения, в левой части слайда, которые обозначены зелёными шрифтом и стрелками, это комфортное и допустимое, они соответствуют позитивным условиям повседневной деятельности. А два других, которые размещены с правой стороны и обозначены красным шрифтом и красной стрелкой, опасное и чрезвычайно опасное, недопустимы для процессов жизнедеятельности человека. Они также не могут быть допустимы для сохранения и развития природной среды в целом. Следовательно, поддержание либо поддержание комфортного и или допустимого состояния является способом повышения защищённости человека. Ну, давайте уточним термины, которые, собственно говоря, нам будут необходимы. Итак, комфортное состояние – это когда потоки, напомню вам, что мы говорим о потоках, возможных потоках веществ, энергии, информации. И вот при комфортном или оптимальном состоянии – это когда потоки соответствуют оптимальным условиям взаимодействия. Они создают оптимальные условия деятельности и отдыха. Предпосылки для появления наивысшей трудоспособности и, как следствие, продуктивности деятельности. Данное состояние гарантирует сохранение здоровья человека и целостности компонент среды обитания. Следующее состояние, напомню также о состоянии со знаком плюс, это допустимое состояние, когда потоки веществ, энергии или информационные воздействуют на человека и среду обитания. Не оказывают негативного влияния на здоровье, но могут приводить к ощущению дискомфорта. При этом снижается эффективность деятельности человека. Соблюдение условий допустимого взаимодействия гарантирует невозможность возникновения и развития необратимых процессов у человека, так и в среде обитания. Субтитры создавал DimaTorzok Следующие два вида состояний, они уже будут со знаком минус, то есть они воздействуют отрицательно на организм человека и окружающую природную среду. Итак, сначала давайте разберемся с опасным состоянием, когда потоки превышают допустимые уровни и оказывают негативное воздействие на здоровье человека. При этом может быть вызвано заболевание, особенно при длительном их воздействии, а также это все может привести к деградации природной среды. В данном случае это будет опасное состояние. Ну и чрезвычайно опасное – это когда потоки, напомню, веществ, энергии или информационные на высоких уровнях воздействия за очень короткий период времени могут нанести травму, привести отдельно взятого человека к летальному исходу и или вызвать нарушение в природной среде. Спасибо. Одна из компонент комфортного или оптимального состояния – это солнечная радиация. Учитывая, что вся органическая жизнь на планете Земля обязана своим существованием энергии Солнца. Это единственный внешний источник тепла и света. Академик Вернадский, чье гордое имя носит наш Крымский федеральный университет, дал следующее определение. В чем бы явление жизни не состояли, энергия, выделяемая и потребляемая живыми организмами, есть в своей главной части, а может быть и целиком, лучистая энергия Солнца. Очень сложно переоценить влияние солнечной радиации на нашу планету в целом и на человека в частности. Ну и давайте разберем, из чего же состоит солнечная радиация, ну или солнечный свет. На данном слайде представлены различные диапазоны с различными длинами волн, которые распространяются в космосе. Итак, если длина волны более тысячи метров, речь идет о длинноволновом диапазоне. При длине волны от 100 до 1000 метров включительно, этот диапазон будет иметь название средневолновой. От 1 сантиметра до 100 метров это коротковолновой диапазон. От 100 микрометров до 1 сантиметра это микроволновой диапазон. От 1500 до 4000 нанометров это инфракрасный диапазон, причем это длинноволновая часть этого инфракрасного диапазона. От 760 нанометров до 1500 нанометров это инфракрасный диапазон, при этом коротковолновая часть инфракрасного диапазона. От 400 нанометров до 760 это видимый свет. То есть этот диапазон позволяет нашему зрительному анализатору получать информацию из окружающего мира. От 20 до 400 нанометров это ультрафиолетовый диапазон. От 1 до 100 нанометров это рентгеновский диапазон. Причем хочу обратить ваше внимание, что два последних иногда пересекаются. И менее 1 нанометра это диапазон гамма-излучения. Причем. Ну вот этот диапазон, который мы с вами разобрали, он характерен для космического пространства. И когда солнечный свет достигает границ атмосферы, он претерпевает некоторые изменения. На границе атмосферы напряжение солнечной радиации в среднем составляет 2 калории на квадратный сантиметр в минуту. Это так называемое солнечное постоянное. Итак, изменения солнечной радиации в атмосфере количественные. 42% отражается так называемая альбеда. В том числе 38 из них, 38% отражается самой атмосферой. И около 4% отражается почвой. При этом остальные 58% достигают поверхности Земли. Из которых 44% поглощается почвой и 14% атмосферой. Это так называемые количественные изменения солнечной радиации. Кроме того, существуют качественные изменения солнечной радиации в атмосфере. А именно, более всего изменяется ультрафиолет. В космосе на долю ультрафиолета приходится примерно 5%. Поверхность Земли достигает 1%. Казалось бы, цифры не очень большие. 5,1%. Однако, если взять непосредственно столько ультрафиолета, то его количество уменьшается в 5 раз. То есть, ультрафиолетовый диапазон претерпевает самые большие качественные изменения. Видимый свет изменяется с 52% в космосе до 40% на поверхности Земли. Причем, два диапазона, о которых мы уже сказали. Из них ультрафиолет в большей степени, видимый свет в меньшей степени. Однако, они оба уменьшаются. В отличие от инфракрасного диапазона, на долю инфракрасных лучей в космосе приходится 43%. Соответственно, поверхности Земли достигают 59%. Это именно за счет изменения качественного ультрафиолета и видимого свет. В чем же причина? Самая главная причина кроется в двух экранах. Первый экран – это электромагнитное поле Земли. Напомню вам, что наша замечательная планета имеет собственное электромагнитное поле, которое обусловлено рядом факторов, о чем мы поговорим с вами немножко позже. Также, вторая причина – это наличие озонового слоя. Следует также разогнать. и помнить, что существует так называемое солнечное голодание. Особенно это может проявляться в северных широтах нашей Родины. Итак, солнечное голодание – это своеобразное патологическое состояние, которое может проявляться астено-вегетативным синдромом, угнетением деятельности центральной нервной системы и снижением адаптационных возможностей организма. У детей часто проявляется в виде рахита. На более старших курсах вы будете разбирать данное заболевание. Поэтому сегодня останавливаться на нем не будем. Итак, главная причина развития солнечного голодания – это недостаточность солнечного облучения, особенно в ультрафиолетовом диапазоне. почему же это происходит? Ну, если мы будем с вами говорить о средних или умеренных широтах, ну, пожалуй, даже можно и о южных сказать, то возможная причина солнечного голодания – это недостаточное пребывание на открытом воздухе. учитывая, что стекла оконные задерживают от 35 до 90% солнечного потока и, в частности, в ультрафиолетовом диапазоне. Конечно же, существуют специальные стекла, они называются увиолевые стекла, которые пропускают ультрафиолет. Однако обычные оконные стекла, они задерживают. Когда это бывает? Ну, если мы с вами уже сказали о детях, это возможность формирования рахита при солнечном голодании, то во главе угла лежит неправильный режим дня у детей. То есть, когда сами дети бывают недостаточное время под открытым небом или на открытом воздухе. Влиять также могут погодные условия. Ну и это были внешние факторы. Кроме внешних факторов, существуют еще внутренние факторы у человека, то есть эндогенные, такие как хронические заболевания и дефекты развития у детей. Помимо всего прочего, причины развития солнечного голодания могут открыться в климатических и географических условиях местности. И следует помнить, что в Российской Федерации существуют зоны крайнего севера, где есть понятие полярная ночь и полярный день. Помимо всего прочего, когда вмешивается антропогенный фактор, когда происходит загрязнение атмосферы, также снижается освещенность примерно на 40-50%, и причем это особенно характерно для диапазона ультрафиолетового облучения. Ну и существуют некоторые профессиональные особенности у, например, шахтеров или подводников, когда они находятся вне достижения солнечного света. Что делать? Профилактика. Ну, конечно же, самая главная профилактика, она направлена на устранение причин самого солнечного голодания. И в качестве одной из самых таких простейших мер, это является большее пребывание на открытом воздухе, и особенно это необходимо для детей с формированием правильного режима дня детей. Необходима также правильная планировка жилых кварталов и зданий. Все это производится для того, чтобы соблюдались нормы естественного освещения в помещениях, в частности, в жилых помещениях. Следующие профилактические меры – это борьба с загрязнением атмосферы, причем речь идет об антропогенном загрязнении. Ну, также в случае невозможности проведения вот этих трех перечисленных мер проводят профилактическое искусственное облучение ультрафиолетовым диапазоном. Что же такое искусственное ультрафиолетовое облучение и где оно проводится? Проводится в специальных батариях, это такие помещения, которые оборудованы для проведения искусственного ультрафиолетового облучения. Оборудованы прежде всего ртутно-кварцевыми лампами либо эритемными люминесцентными лампами. Это все устраивается на шахтах. К примеру, если речь идет о профессиональных проблемах, связанных с профессией. Либо для населения, живущего на крайнем севере, особенно для детей, периоды возможного солнечного голодания, то есть периоды зимы. Обязательно перед проведением ультрафиолетового облучения определяется биологическая доза ультрафиолетового облучения. Потому что это совершенно индивидуальное количество ультрафиолета для каждого человека. Это то, насколько кожа человека чувствительна к ультрафиолетовому облучению. Подчеркиваю еще раз, это абсолютно индивидуальное значение. Поэтому в каждом конкретном случае проводится биодоза, определение биодозы ультрафиолетового облучения. Что же такое биодоза ультрафиолетового облучения? Это то минимальное время, вызывающее на незагорелой коже небольшую эритему через 8-20 часов после облучения. Эритема – это легкое покраснение. Ну и забегая вперед, сразу определимся, что биодоза, одна биодоза – это очень большая единица. Поэтому для профилактики либо лечения пользуются его частью. Ну вот, допустим, минимальная суточная профилактическая доза облучения ультрафиолетов составляет 1,8 часть определенной биодозы. Вот той биодоз, которую определили. Причем биодоза, она определяется или рассчитывается в минутах. Оптимальная лечебная доза ультрафиолета составляет примерно половину или 1,4 часть биодозы. При этом это соответствует 200-400 микро ватт на сантиметр в квадрате. Вот такая энерапевтическая нагрузка. И вот такая достаточно большая вариативность 240, она условлена рядом свойств. Итак, еще раз о спектральном составе в контексте биологического действия солнечной радиации. давайте начнем с нижней части таблицы и сразу поговорим об ультрафиолете. Ультрафиолетовый диапазон в свою очередь разделяется на 4 области. Область А, область В, область С и область Д. все зависит от длины волны. Самая такая вот, можно сказать, жесткая, но и с очень определенной натяжкой. Коротковолновая часть ультрафиолета это от 285 до 265 это область Д. Вот именно на этой длине волны наш организм вырабатывает витамин Д. Все это происходит на коже и именно под воздействием вот этого диапазона. Область С от 180 до 280 у этой области есть очень сильное бактерицидное действие. Область В от 315 до 280 нанометров эта область обладает эритемным действием, то есть вызывает покраснение кожи. Также обладает бактерицидными действиями. Ну и самая длинноволновая область А длинноволновая область ультрафиолета от 400 до 315 нанометров эта область действует более мягко и обладает общестимулирующим действием и пигмента образования. То есть под воздействием данного диапазона клетки кожи нашей начинают образовывать меланин. То есть на коже появляется загар. Таким образом ультрафиолетовый диапазон составляет от 180 до 400 нанометров. Он проникает в кожу неглубоко от 0,2 миллиметров до 2 миллиметров обладает выраженным фотохимическим действием. Ну и в зависимости от областей, о которых мы с вами уже поговорили, обладает различными биологическими эффектами. То есть вот этот ультрафиолетовый диапазон, на него приходится максимальные биологические эффекты. Следующий вид излучения это видимое излучение от 400 до 760 нанометров. Оно проникает немножко более глубже, чем ультрафиолет. Механим действия у него тепловой и очень слабый фотохимический. биологические эффекты, которые сопровождают это ощущение света, тонизирующее действие на центральную нервную систему. Напомню вам, что 90% информации об окружающем мире человек воспринимает именно через орган зрения. При этом используется видимый вид излучения при надлинных волн от 400 до 760 нанометров. Ну и последний вид излучения это инфракрасное излучение с такой длиной волны от 760 нанометров и выше. Повторюсь, о чем говорила несколько минут назад, что инфракрасное диапазон тоже делится на коротковолновой и длинноволновой. Проницаемость от этого будет зависеть и она составляет от 1 до 25 миллиметров. И механизм действия тепловой, то есть разогрев, биологические эффекты, нагрев тканей, усиление обмена веществ. И вот этот диапазон может усилить действия ультрафиолетового излучения. на слайде более наглядно, что ли, диапазоны в зависимости от длины волны и энергии, которую они несут. и вот здесь средний диапазон пика называем visible, видимый свет. Следует помнить, что на долю синего света приходится максимум энергии. И еще раз, какие виды биологического действия ультрафиолета можно выявить или выделить. Эритебное действие, то есть образование легкого покраснения, загарное действие, образование меланина, пигмент, бактерицидное действие, антиархетическое действие и флюоресцентное действие. Ну и в случае передозировки ультрафиолетового облучения, особенно острой передозировки, когда идет передозировка большими дозами, возможно формирование фотоэритема, дерматита, вплоть до ожогов с повышением температуры тела и возможностью формирования фотоофтальмии. В случае с хронической передозировкой это могут быть какие-то общие симптомы, такие как может ухудшиться общее самочувствие, снизится работоспособность. Все это может протекать на фоне обострения каких-либо хронических заболеваний. Ну и хроническая передозировка даже малыми дозами может выступать как фактор риска развития рака кожи, формирования такого грозного заболевания, как меланолы. Продолжение следует... Давайте более подробно остановимся на видимом диапазоне. Напомню вам, что видимый свет стимулирует деятельность центральной нервной системы. Он оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние человека, оказывает влияние на функционирование сердечно-сосудистой системы, ну и целого ряда других органов и систем. Состав видимого света по цветам это красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Семь цветов радуги. Каждый охотник желает знали, где сидит фазан. Красно-оранжевые цвета они вызывают возбуждение центральной нервной системы. В свою очередь синие фиолетовые цвета вызывают торможение центральной нервной системы в так называемые горячие и холодные цвета. данный эффект используются в цветовом или световом кондиционировании помещений. Напомню вам, что красно-оранжевые цвета возбуждают центральную нервную систему и соответственно могут вызвать увеличение аппетита. в свою очередь сине-фиолетовые вызывают торможение могут вызвать снижение аппетита. Эти эффекты также используются. При этом оптимальный цветовой фон для звенья человека это зеленый. Отсюда вызвано этим вызвано использование в школе зеленого цвета в качестве допустим доски. У нас на кафедре есть такие доски для написания мелом из матового зеленого стекла. Это связано с тем, что этот фон наиболее благоприятен для зрения человека. Есть предположение, что это сформировано филогнеетически, когда человек жил в каких-то свободных обществах родовые различные строи. Первобытный человек и он находился среди комфортной ему среды лесов и лугов. При чрезмерной интенсивности видимого света возможно наличие ослепляющего эффекта. причем это может быть действие вплоть до разрушения светочувствительных элементов глаза, то есть когда разрушаются клетки сетчатки и возможно развитие ринита, ретинита, возможно отслоение сетчатки, то есть формирование целого ряда, целого комплекса автоматологической патологии. глядя, вот в в в в в в в Инфракрасный диапазон. Две части под диапазоном инфракрасного излучения. Длинноволновые и коротковолновые. Длинноволновые инфракрасные лучи, у них длина волны более полутора тысяч нанометров. Они поглощаются поверхностными слоями ушей и могут раздражать нервные окончания с формированием чувства жжения. Коротковолновые инфракрасные лучи в диапазоне от 760 до 1500 нанометров вызывают нагревание ткани, потому что они более глубоко проникают в ткани, однако дают меньше субъективных ощущений. Проникают более глубоко, действуют разогревающе, однако не вызывают субъективных ощущений, может быть, таких, как чувство жжения, в отличие от длинноволновой части инфракрасного излучения. Какие же эффекты есть у инфракрасного излучения? Ну, в зависимости от того, какая длина волны была, может наблюдаться гиперемия кожи, может наблюдаться гиперемия органов, повышение газообмена тканей, усиление выделительной функции почек, возможно, небольшое волеутоляющее действие. И все это может приводить к рассасыванию или уменьшению воспалительных очагов. Поэтому инфракрасное излучение, оно достаточно широко используется в медицине, а конкретно в физиотерапии. При чрезмерной интенсивности инфракрасного излучения возможен нагрев мозговых оболочек с формированием теплового удара и теплового обморока. Такие достаточно острые и угрожающие состояния. А повреждения коротковолновыми инфракрасными лучами могут привести к формированию катаракты, то есть помутнению хрусталинками. Кроме того, инфракрасное излучение может приводить к ожогам кожи, причем ожоги могут быть совершенно разной степени тягости, вплоть до формирования волдырихи и отчасти некрозы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Световые единицы, которые используются для оценки освещения. Единица светового потока или люмен. Это так называемый световой поток, испускаемый полным излучателем с площадью 1 квадратном сантиметра при температуре затвердевания платины. Вторая единица – это единица силы света, кандела в системе СИ, или свеча в системе СГС. Это такая сила света точечного источника, испускающего световой поток в 1 люмен в телесном угле, 1 стеррадиан или 1 стеррадиан телесный пространственный угол с вершиной в центре сферы, вызывающий на поверхности сферы площадь, равную квадрату радиуса сферы. Следующая единица – это единица освещенности. Измеряется в люксах. Это освещенность поверхности в 1 квадратный метр, на которой падает световой поток в 1 люмен. Ну и последняя единица, которую чаще всего пользуются – это единица яркости. Это производная единица кандела на квадратный метр в системе СИ или свеча на квадратный метр в системе СГС. Это яркость светящейся поверхности, испускающейся у света в 1 канделу или 1 свечу с 1 квадратного метра. Ну и для обеспечения комфортной жизнедеятельности существуют определенные требования, предъявляемые к естественному освещению. При оценке естественного освещения в помещении, но, естественно, зависят от типа помещений. Это производственные, учебные помещения, больничные либо жилые. Обязательно учитывают ориентацию окон по сторонам света или по румбам. Учитывают ориентацию фасада здания по румбам. Учитывают также расстояние до соседних зданий либо до растений, которые могут закрывать окно. Учитывают также количество и размеры и форм окон в помещении. Учитывают процент переплетов, то есть оконных рам. Как правило, рассчитывается 25% окон и не более должны занимать оконные рамы. Ну и наличие посторонних предметов на оконах. Занавеси, зеленые растения, которые размещают на подоконниках и так далее. И вот по этим параметрам не рекомендуется использовать занавеси зеленые растения в детских и дошкольных учреждениях и школах для того, чтобы у детей было достаточно естественного освещения для их комфортной жизнедеятельности. Ну и показатели естественного освещения, которые могут, можно изменить в любом помещении, где есть естественное освещение. Таких показателей всего четыре. Это два коэффициента и два угла. Что же за коэффициенты? Первый коэффициент – это световой коэффициент или СК. его определяют как отношение суммарной площади всех окон в помещении, минусуют отсюда переплеты, процент, приходящийся на оконные рамы или на переплеты. И вот эта суммарная площадь делится на площадь пола в этом помещении. Ну и как правило, световой коэффициент рассчитывается как простая дробь. Следующий коэффициент – это коэффициент естественной освещенности. КЕО – это отношение освещенности на рабочем месте. Ну-ка, предположим, вы студенты, и тогда используют отношения на рабочем месте, то есть за письменным столом, если это в жилых помещениях, или за учебным столом, если это в аудиторию. Определяют освещенность на рабочем месте, а затем определяют освещенность под открытым небом, то есть на улице. Эти две освещенности делят друг на друга и умножают на 100%. И отсюда коэффициент естественной освещенности, он выражается, как правило, в процентах. Используют также два угла. Угол падения и угол отверстий. Угол падения образован рабочей поверхностью. Ну, если речь идет об учебной аудитории или у рабочем месте какого-то служащего, то это поверхность рабочего стола, за которым работает человек. От нее проецируется к нижней части окна линия. И этот угол образован в проекции к верхней части окна. То есть угол падения должен быть не менее 27 градусов. Угол падения измеряют на рабочем месте. Соответственно, угол отверстия также измеряют его на рабочем месте. И он определяется. То есть его вершина будет также находиться на рабочем месте. От которой отходят две воображаемые проекции. Одна из них, опять-таки, к нижней части окна. Как правило, на уровне подоконника. А вторая часть проецируется на возможное какое-то препятствие, которое находится перед окном. Это может быть высокий забор или рядом стоящее здание или какое-либо дерево, которое закрывает небосвод. И вот этот угол отверстия, еще раз повторю, он измеряется на рабочей поверхности на столе. Он образован верхней частью окна. Точкой на рабочей поверхности на столе, к примеру. И проекцией к верхней части препятствия, которое находится за окном. Это может быть, еще раз повторюсь, забор, здание или какое-либо дерево. Это тот угол, где видно небосвод. И он должен быть не менее 5 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На слайде представлен люксметр. Это старенький люксметр, но в принципе их на принцип работы он однотипен. Где самая главная частью является поглотительный фильтр и фотоэлемент. Также есть шкала прибора, в данном случае это механическая шкала и стрелка. Есть также электронная шкала и переключатель диапазонов частот. Помимо естественного освещения используют также искусственное освещение и оно также подлежит определенной оценке. Самое главное требование, они сформированы здесь на слайде по нескольким поводам. Итак, искусственное освещение должно быть достаточным по уровню освещенности, приближаться по спектральному составу к естественному освещению, быть равномерным в пространстве, быть равномерным во времени и не вызывать ослепляющих эффекта на органы зрения. При этом главный показатель искусственного освещения, как правило, это освещенность поверхностей, она измеряется в люксах, вот тем самым люксметром при помощи фотоэлемента. Существуют различные системы, виды и типы искусственного освещения. Итак, системы искусственного освещения, они могут быть общие, местные и смешанные. Что такое общее освещение? Это то, как правило, когда источники освещения размещены на потолке. Это когда вы, придя домой или в аудиторию, включаете, нажимаете клавишу включателя и свет начинает мягко лица, как правило, с потолка. Это называется общее освещение. Местное освещение – это когда необходима дополнительная подсветка рабочего места. Ну, к примеру, это может быть настольная лампа дома у студента или у школьника. Местным освещением пользуются также в операционных. Это когда над операционным столом устраивают такую большую бестеневую лампу. Это будет также местное освещение. То есть местное освещение дает возможность увеличить освещенность на рабочей поверхности. также могут использовать смешанную систему освещения. Это когда идет комбинация местного и общего освещения вместе. Виды источников освещения. То есть что за источники освещения вообще могут меняться. До изобретения электроэнергии, до ее открытия и возможности использования, люди пользовались простейшими источниками освещения. Это были различные свечи, керосиновые лампы, лучины и так далее. После изобретения, вернее, после введения, получения возможности использования электроэнергии, стали развиваться виды источников с использованием электроэнергии. Возникли лампы накаливания, юминесцентные лампы и светодиодные лампы. Существуют также типы осветительной арматуры. Под ними можно понимать светильники прямого света, светильники отраженного света и светильники рассеянного света, или так называемые молочные шары. Итак, системы – это где размещают искусственное освещение. Источники – это что конкретно является источником. И типы осветительной арматуры – это куда конкретно помещают источники освещения. Для того, чтобы световая среда была комфортна, используют принципы нормирования искусственного освещения. И эти нормы зависят от точности работ в помещении, от возможных размеров рассматриваемых деталей, от их контрастности с фоном, на котором их рассматривают, от продолжительности работы, от скорости операций, если речь идет о, к примеру, конвейере, а также от травмоопасности механизмов, где используют данный вид освещения. Согласно санитарным нормам и правилам по освещению, все помещения по требованиям к освещению делятся на 8 разрядов. При этом первый разряд должен быть обеспечен искусственным освещением на уровне 150-500 люкс. Ну и нормативы естественного и искусственного освещения для различных помещений. Под помещениями мы будем с вами разбирать жилые помещения, учебные, больничные помещения и операционные, то есть вот эти параметры, формирующие безопасную световую среду. Итак, естественное освещение, световой коэффициент для жилых комнат должен находиться в пределах от 1,8 до 1,10. В учебных комнатах 1,4, 1,5. В поличных палатах и кабинетах врачей 1,5, 1,6. Ну и операционные с самым большим световым коэффициентом в пределах от 1,2 до 1,4. Коэффициент естественного освещения. Также мы идем от минимального ко максимального. В жилых комнатах он должен составлять в пределах 0,5-0,75%. В учебных комнатах 1,5%. В палатах кабинетных врачей, кабинетах врачей 1%. И в операционных 1,6-2,5%. То есть в операционных коэффициент естественного освещения максимальный. Искусственное освещение будем разделять на общее и местное. Общее освещение в жилых комнатах должно быть на уровне 40-50 люкс или 100 люкс для энергосберегающих ламп. Параметры, которые приведены в скобках и со звездочкой, они приведены для энергосберегающих источников. Для учебных помещений искусственное освещение общее должно быть 150 люкс или 300 люкс для энергосберегающих ламп. Палаты, кабинеты врачей соответственно 100-200 и операционные 300-600. Местное освещение может использоваться в живых комнатах с параметрами от 100 до 200 и в операционных от 3 тысяч до 10 тысяч. Напомню, что местное освещение в операционной обеспечивается бестеневой лампой. И вот такой большой диапазон вызвал разным различным типам операционного и оперативного вмешательства. Чем точнее и мельче приборы и оперативное вмешательство, допустим, это какое-то нейрохирургическое оперативное вмешательство, тем большее по своим параметрам используется местное искусственное освещение. То есть от 3 до 10 тысяч люкс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этом у меня к вам все. Рада была с вами сотрудничать. До встречи на следующей лекции. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...